Если честно, PUBG мобильный и Fortnite мобильный и Free Fire, там везде управление слабоватое. В этом плане мы берем планку на Guns of Boom, если мы сможем сделать такое управление, мы будем очень довольны. Ну а если вы считаете, что это бесполезно, тогда просто идите, смотрите видео тесака про то, как сидеть в тюрьме. А будут ли какие-нибудь непристойности? Всем привет, мы продолжаем бродить по конференции White Nights 2018 в Санкт-Петербурге. И продолжаем смотреть на интересные мобильные игры, которые здесь представлены, которые показывают нам сами разработчики. И сейчас мы пойдем и снова узнаем из первых уст о грядущих новинках, а также о том, что возможно выйдет уже либо на днях, либо вот пару дней назад вышло. В общем, не будем медлить, погнали! Мы находимся у стенда игры Like a King, вот, собственно, команда разработчиков, представьтесь. Я Тимур, я занимаюсь анимациями, гуи, эффектами. Это Катерина. Я арт-принцесса в проекте. Да, я фулстэк-программист. Ну а теперь, собственно, поговорим об игре, расскажите, что это за жанр и так далее. Значит, это реал-тайм-стратегия. Это как если поженить Киндом Раш, Варкрафт Третий и Клэш Рояль одновременно. То есть это что-то... Это все в наше время, на момент. Небольшая вставка. Помните, на Девгайме мы видели то, как Мэд Макс изнасиловал Зельду? Здесь что-то похоже на это. Здесь намного более уникально, потому что мы собрали все, что мы так любим из третьего Варкрафта. Сделали все это в сочной мультяшной графике. То есть, например, смотрите, у нас нету скучных экранов, как, например, в том же Клэш Рояле, где просто стоит сундук. Мы даем сразу игроку его собственную тронную комнату, тронный зал. И это сам игрок. Он может себя кастомайзить, он может одевать на себя короны и так далее. Добывать это все в настоящих боях. Сама игра представляет из себя смесь реал-тайм-стратегии и коллекционной карточной игры. Быстренько покажу. Итак, вот наша коллекция. Это карты. Карты представляют из себя карты домиков. Эти домики мы берем с собой в бой. Собираем в бой три типа домиков. Добывающий, производящий юнитовый и защитный. Мы можем выбрать абсолютно другую расу. У нас планируется четыре расы. Сейчас полностью реализованы две расы. Можем выбрать орков. Кстати, смотрите, он сразу поменялся на орка. Проверяем, какая у нас дека. И погнали в бой. Что из себя представляет бой? Бой реал-тайм против живого игрока. Мы отстраиваем наши любимые золотые шахты. Мы строим атакующий домик. И тут вот как раз, когда мы строим атакующий домик, начинается одна из основных пор механик. Мы не просто как-то производим или покупаем юнитов. Мы проводим маршрут, как эти юниты бегут. Мы можем его провести как угодно. Задача разрушить замок противника. Но сделать это можно сотни разных способов. Вы можете отстроить офигенный деф из башен. Вы можете собрать раш-минионов и зарашить противника, обойдя его с тыла. Тактик безумное множество. Каждая раса имеет своих уникальных юнитов, свои уникальные постройки. Все это будет завязано, уже завязывается на клановую систему, где будут играть 4 игрока. 2 союзника против 2 союзников. Будет огромный мир, за который можно будет повоевать. Мир будет представлять в себе большую карту, поделенную на зоны. В каждой зоне будет свой леддер. То есть, например, леддер в зоне большого, огромного кладбища будет эффективен для клана, который хочет играть за андедов. Потому что, если вы попадаете в топ леддера на зоне кладбища, вам выпадают сундуки андедов, и вы просто фармите карты андедов. Вы просто будете уникальными игроками за андедов. Потому что именно в клановой системе вы будете получать уникальные карты. Потом, давайте сдадимся, я вам еще покажу пару карточек, пару фишечек. Возвращаясь к коллекции. В чем фишки коллекции? Значит, каждого юнита, естественно, можно посмотреть. Каждого юнита можно будет кастомайзить под вас. В таких играх часто бывает, вам выпадают какие-то сундучки. Давайте посмотрим, может у нас есть один. Вот у нас есть сундучок. Часто бывает, вам выпадает какая-нибудь штука, которая вам не нужна. И очень в играх обидно, но они постоянно выпадают. Вам это не нужно, это не нужно. Пятая, десятая. Каждую карту у нас можно будет распылить. И на эту пыль, которая у вас есть, этих юнитов можно будет полностью кастомайзить. Планируем, планируем, это будет тоже фича. Кликаем на юнит, у нас выпадает целый ряд кастомайзов, которые игроки могут сами себе подбирать. То есть, если вы хотите, вы можете сделать гламурных андедов. Если вы любите танцевать балет, вы можете сделать орков в пачках. Если вы вообще суровый парень, и вам это не нравится, вы можете просто себе эльфов сделать, каких-нибудь полностью белоснежных, с красными глазами, играть все у вас по-суровому. Вот такая игрушка, сделанная просто на чистом энтузиазме. Уже вот это все работает, уже в это можно поиграть, но пока только на конференции. Мы планируем сделать софт-ланч на ВК-шке через полтора-два месяца. То есть, это будет конец августа, начало сентября, уже можно будет в это окунуться и поиграть. А через месяца полтора, то есть, это будет после августа, то есть, это будет октябрь, мы планируем это уйти уже на мобилке. Это кросс-платформа. Хотите, играйте с мобилки, хотите, играйте с веба. Вы все равно законнектитесь, создадите свой клан, закастомайте своих андедов. И вы можете, да, вы можете ползать личинками. То есть, у нас этапы разработки просто бесконечные. То есть, например, смотрите, мы сидим на конференции, мы дизайним андедов. Вот уже есть андеды. У нас есть там и скелетоны. Почему? Да, да, да. То есть, мы сейчас, это первый шоу-кейс этой игры, мы собрали нереальный фидбэк, мы собрали нереальный просто уровень мотивации и как люди подходят и интересуются этим проектом. И наши вот эти фичи с этим артом, с этим геймплеем, они просто нереально радуют людей и нас мотивируют. Так что мы вдохновлены и очень надеемся, что через полтора месяца мы вам покажем невероятно классную игру. Мы не надеемся, мы это сделаем. Мы умеем это делать и мы это делаем. Мы получаем от этого удовольствие. В общем, что я скажу, механика довольно интересная, любопытная у игры. Я бы сам в это с удовольствием поиграл. Особенно, я думаю, на мобилках это будет вообще тема. Потому что такие онлайн-пвп-стратегии любят все, играют все. А Clash Royale уже всех достал. И хочется чего-то нового с более таким, наверное, обширным геймплеем. Следующий стенд это стенд компании Команда 29. Они занимаются правозащитной деятельностью. И, собственно, игра у них на эту тему. Эта игра, думаю, будет полезна каждому. Ну а чем, сейчас мы узнаем и об этом расскажет нам сам разработчик. Добрый день. Здравствуйте. Действительно, это в большой степени просветительский, можно сказать, образовательный проект. В нем герою предлагается оказаться в тех ситуациях, в которых он не желал бы оказаться в реальности. Например, на допросе в полиции или во время обыска. И получить какие-то базовые знания на эту тему, которые могут кому-нибудь пригодиться. Ну а теперь немножко подробнее об игре. Какого она жанра, как там происходит игровой процесс и так далее. Да, механика игры это знакомый многим текстовый квест. Человек выбирает сценарий, выбирает своего персонажа, за кого он хочет играть. И дальше уже видит описание событий в виде такой истории, картинки. Он как-то реагирует на происходящее, выбирает определенные действия. Либо идет на поводу у органов власти и пытается сотрудничать, ходить на беседы, на допросы. Или наоборот пытается как-то уклоняться от этого. И так или иначе это к чему-либо приводит. В общем, я думаю, данная игра будет интересна, наверное, максимальной части моей аудитории. И в особенности, наверное, тем, кто планирует или, возможно, ходит на какие-то митинги, на какие-то массовые акции и так далее. Совершенно согласен. Полезно хотя бы приблизительно знать о своих базовых правах и о правах правоохранителей. Что они могут делать, что они могут требовать, как на это нужно реагировать. В общем, какие-то базовые знания, которые могут быть полезны всем. Теперь такой вопрос. Когда планируется релиз игры и как она будет распространяться? Игра уже выпущена на андроиде, на iOS. Можно скачивать. Называется «Габня». Других таких нету, поэтому не ошибетесь. Вот распространяется в этих двух маркетах. ПК больше нигде не планировали выпускать, но это основные площадки. Вряд ли это будет кому-то интересно на ПК. Все-таки там не столь много геймплея, чтобы проводить в ней много часов. Скорее это полезно как такой карманный справочник. У нас ведь кроме игры там есть еще каталог, собственно, с памятками тематическими по определенным событиям, так скажем. И человек, имея это приложение с собой, может получить коротенький профессиональный совет от наших юристов, когда это вдруг ему оказывается нужно. Например, он, ну, пошел на какой-то согласованный митинг, например, и его там за что-то задержали, посадили в автозак. Он ничего не делал. Ну, такое бывает. Интернета нет. А в этом приложении он может прочитать там две-три строчки совет, то, что он имеет право делать, что он должен, что он не должен делать. В общем, игра, на мой взгляд, максимально полезна, особенно в реалиях нашей с вами жизни. Ну, а если вы считаете, что это бесполезно, тогда просто идите, смотрите видео тисака про то, как сидеть в тюрьме. А если вы не хотите этого, то вот играйте в игру, называется она «Гебня», уже доступно. Качайте и не удаляйте, потому что, как уже сказали, там есть справочник, который может оказаться полезен в той или иной ситуации. Большое спасибо за такую вот интересную и полезную для общества игру. Следующий стенд — это стенд-неразработчик, это стенд студии Taser Studio. И, собственно, представься, расскажи о себе, кто ты. Привет, я Эрик, и я сделал эту студию со своей командой, и мы предлагаем графику на аутсорс для тех, кто делает игры. То есть к нам приходит клиент, говорит, нужна такая-то игра, какие-то персонажи или интерфейсы, и мы такие, ну и сейчас мы вам устроим. Мы и делаем графику, да. Вот, мне очень нравится то, что я делаю, потому что можно погрузиться в самые дебри своей фантазии, и это полностью креативный процесс, очень весело. Эрик, собственно, нарисовал даже меня. Можете посмотреть на экране и сравнить. Это рисовалось буквально там за минуту, и, в принципе, прикольная, похожая на меня карикатура. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и, в общем, круто. Спасибо Эрику за это. Не за что. В общем, где-то ваше творчество можно посмотреть? Конечно, можно на Инстаграме, Тейзер Студио, так и называется страница. В общем, кто любит арты, классные арты, то подписывайтесь на их Инстаграм, следите. Ну, а если вы занимаетесь разработкой игр, то заказывайте, собственно, арты у Тейзер Студио. Эрик классный и делает классные рисунки. Спасибо большое, Юра. Спасибо. Был рад пообщаться. Я тоже. Был рад нарисовать. Следующий стенд на очереди – это стенд компании Dals Games. Добрый день, меня зовут Юрий. Здравствуйте. Меня зовут Владимир, я геймдизайнер компании Dals Games. Мы из Одессы, и мы занимаемся мобильной разработкой чуть больше года. Вместе все раньше работали в других компаниях, а сейчас у нас собственная Инди-студия. И мы приехали сюда найти паблишера под наши проекты и, собственно, под флагманский наш продукт. Вот, собственно, насчет этого флагманского продукта мы и подошли разузнать. Что здесь, к чему, расскажите нам. Это Battle Royale, но совершенно не классический. От Battle Royale у нас взято только то, что игрок должен остаться последним вышедшим и сужение территории. Даже сужение территории у нас сделано несколько не в классическом виде. У нас остров разваливается по краям, и из этого уменьшается его площадь. Основные фишки у нас тоже привязаны к корр-механикам, и они очень отличаются от классических Battle Royale. Если в классике вы собираете оружие, шлемы, броню, аптечки, то у нас вы собираете магические сферы. Вот здесь их видно. Вот в данный момент игрок собрал две сферы воды. У нас 10 стихий возможных, 5 из них вы видите на плакате. И когда игрок собирает 3 сферы, вот у него появилось заклинание. Он его тут же скрафтил, и оно у него есть в пули для использования постоянно, неодноразовое. Можно собрать до 3 заклинаний и построить на этом свою стратегию. Из возможных комбинаций у нас более 200 различных заклинаний. У каждой стихии абсолютно свой уникальный стиль геймплея. Вторая уникальная фича, это у нас нет маны, у нас нет кулдаунов. У нас система перегрева, как у классических пулеметов в старых стрелялках. То есть, когда вы используете заклинание, вы можете любое заклинание использовать несколько раз подряд. Но чем мощнее, но чем больше перегрева оно тратит. И если вы полностью перегреетесь, у вас наступит overload. В течение некоторого времени вы не сможете ни кастовать, ни наносить автоатаки, и у вас будет остывать магическая ваша энергия. Третья фишка, это Dimengible Projectiles. Все снаряды в игре, магические фаерболы, заморозка льда вокруг ног, нанести Dimengible. То есть, если у тебя летит фаербол, и ты при этом не можешь двигаться по каким-то причинам, либо большое заклинание, кто-то не может уйти, ты можешь автоатакой, либо другим заклинанием разрушить его в воздухе. Также, если у вас примороженные ноги, вы можете разбить заморозку автоатаками и убежать. Поэтому это как deny в мобах классических, да, которые используют только профессиональные игроки. Автоатаки новички будут использовать для урона, а профессионалы будут их ими контрить сложные заклинания противника. Четвертая фишка, это в монетизации. Все играли в Mortal Kombat и Taken, и там есть классные фаталити, да. Мы решили сделать так, что в Battle Royale довольно длительный промежуток между боями. Бои короткие и интенсивные, но много пассивных таких, поверь, перебежек. Поэтому у нас здесь будут фаталити, когда вы убили противника, вы сможете либо из сундука гатча достать, либо купить за донат. Классные фаталити, то есть заморозить противника и разбить его на множество кусочков, либо вытянуть из него душу. Вот основные четыре фишки нашего проекта. Мы его делаем под ПК и под мобилки, одновременно разрабатываем. В общем, канал-то мой про мобилки, и поэтому вот этот вот момент нам и будет интересен. Когда и вообще ждать порта на мобилке, и когда можно будет пощупать эту игру? Возможно, в альфа или бета-версии? Сейчас, уже сейчас есть играбельная версия, но мы работаем над оптимизацией, над классным управлением, потому что вот, если честно, PUBG мобильный, и Fortnite мобильный, и Free Fire, там везде управление слабоватое. В этом плане мы берем планку на Guns of Boom, если мы сможем сделать такое управление, мы будем очень довольны. И, я думаю, через где-то два месяца у нас будет Early Access на мобильное устройство, и можно будет уже поиграть. Пишите нам на почту, и мы вам вышлем ключики. В общем, вот такие вот новости прямо из уст, собственно, разработчиков. Мы узнаем, что скоро ранний доступ, и он будет полностью для широкой аудитории. То есть вы, мои зрители, подписчики, также сможете затестить эту игру на мобилках. Ну, или если кто любит играть на ПК, думаю, и на ПК тоже будет доступ, да. Все так. И более того, мы хотим сделать глубокую комьюнитизацию. То есть, если комьюнити будет присылать какие-то фидбэки, мы будем прислушиваться, использовать идеи и активно общаться с аудиторией. В общем, я думаю, игры действительно есть огромный потенциал. Во-первых, наверное, всем уже надоело просто бегать с автоматом и стрелять. А все-таки хочется вот вернуться в прошлое, когда было много фэнтезийных игр про магию, про колдунов и, в общем, такое сказочное средневековье. В общем, будем ждать релиз. Свяжусь с разработчиками, Леонид со мной. И, собственно, расскажу вам, когда же ранний доступ и когда игру сможете пощупать вы. Ну, а мы двигаемся дальше. Следующий стенд — это стенд компании AD Games. Добрый день, меня зовут Юрий. Дмитрий. Очень приятно. Очень приятно. Расскажите, что у вас за игра, о чем она, какой ее сюжет, на какие платформы она планируется и так далее. Ну, это мобильная баттл-арена. То есть суть игры — то, что вы с друзьями играете друг против друга. У нас это поддержка до четырех игроков на карте сейчас. Сеттинг — это древняя мифология, древние мифы. Сейчас у нас реализовано четыре персонажа скандинавской мифологии. После этого мы будем добавлять и другие страны. То есть у нас идея, условно, Илья Муромца — столкнуть с Зевсом и узнать, кто круче. У нас будут кланы, можно друг с другом играть, с друзьями и так далее. Пока что у нас есть мультиплеер. Мы четыре месяца в разработке. Еще планируем запуск где-то в ноябре-декабре игры. Будем добавлять новых персонажей, новые карты. Карты у нас динамичные. Все будет круто. После чего мы хотим расшириться и мультиплеер до 16 игроков и выходить уже на десктопные платформы. Вот я думаю, идея с мифологией достаточно интересная у ребят, потому что каждая страна там кем-то определенным гордится. И тем самым это можно завоевать какую-то лояльность. Можно какие-то там ивенты между странами. Там, не знаю, там Один против Зевса, там Илья Муромец против какого-нибудь Вильгельма, условно говоря. Это правда. В общем, будут замесы, там, не знаю, страна на страну. Как вы это, наверное, все любите. И, наверное, еще один вопрос. Как игра будет распространяться платно, бесплатно? Ну, у нас free-to-play, то есть мы хотим максимально распространить свою игру, чтобы показать, чтобы люди играли. У нас не будет принужденного ни доната, ничего. То есть у нас в основном донат будет построен либо на каких-то метагеймах, если хотите, либо какие-то скины и тому подобное. Минимум рекламы. То есть мы даже сейчас думаем рекламу вообще не добавлять. То есть пока что мы над этим думаем. Но у нас был первый проект. Там вообще у нас практически рекламы не было. Мы не любим это. Мы сами геймеры, сами ненавидим вот эту постоянную рекламу и постоянные донаты. Поэтому хотим максимально лояльно к аудитории сделать. Но она будет free-to-play. Возможно, на консолях уже будет платный. То есть потом посмотрим. В общем, ребята уважают игроков. Это заслуживает уважения. Будем ждать релиза. Возможно, какого-то бета-теста. Для того, чтобы лично пощупать и оценить игру. Большое спасибо. Было интересно узнать о вашей игре. До свидания. В общем, выловил я тут ребят. У них был вчера стенд. Сегодня у них стенд отжали. У них студия называется Secret Place. И, в общем, игра у них прикольная. Сейчас мы о ней узнаем. Как она называется? Try to Fly. Собственно, это игра про космический мусор, из которого вы строите корабль. И дальше на нем летите и выполняете крутые миссии по доставке груза, по ловле каких-то путешественников, которые летают в космосе и потерялись. И таким образом, не знаю, получаете кучу классного игрового экспириенса. Давай поиграем немножко и посмотрим на игру. Ну да. Сначала мы строим корабль из доступных модулей. Тут самое главное довести груз, да? Да, нам сейчас нужно долететь до вот этой вот черной дыры. И через нее попасть в новую вселенную. Можем построить маршрут. И давайте попробуем полететь. Так. Вот такая вот игрушка. Здесь используется разная физика, да, там, в зависимости от того, где вы нафиг. Да, да. В космосе пользуетесь инерцией. Вот. Садитесь на планеты. У планеты есть физика, гравитация, вокруг метеорита, в которой вы можете удариться и разбить свой корабль. У вас порвется скотч, и все будет очень плохо. Но при этом можно получить море удовольствия от каких-нибудь столкновений. Вот как вы видите, не каждое столкновение критично, но тем не менее ракета уже расшаталась. Да, немножечко. Но мы долетели все равно до нашей черной дыры и выполнили миссию. Вчера я сам в эту игрушку немножко поиграл. Меня она зацепила чем-то. В общем, будем ждать релиза. Когда вам, кстати? Планируется в сентябре. Поэтому будем надеяться, что... Модель распространения условно-бесплатная, да? Условно-бесплатная, да. То есть никакого фри-то-плея, никаких внутригровых покупок. Покупаете, играете, наслаждаетесь игрой. В общем, большое спасибо. Было интересно. Игрушка прикольная. Желаю вам удачи в ее развитии. До свидания. Спасибо. Продолжаем мы гулять на конференции White Nights. И нашим мы стенд уже наших, наверное, друзей и знакомых. Интернет-эксперт компании, которую вы, наверное, знаете по крикеру Grow Beats. Я брал интервью уже у них на DevGami. И даже в честь, наверное, уважения и подарка сделал даже небольшой обзор на их игру. Привет, ребят. Привет. Как ваше настроение? Отличное настроение. Мы как раз тут собираемся конкурсы все выиграть. Они, кстати, номинированы в топ-15. И, возможно, какое-то призовое или не призовое место они займут. Но, тем не менее, я думаю, пиар они уже получили за счет конференции. Обязательно выиграем все призы. Вам спасибо за ваш канал, за то, что вы про нас рассказали. Да, вообще супер, отзывы с канала классные. Прилетело, скажем так, как вас спасибо. Надеюсь, уже подписались? Да, конечно, подписались. Проверю. Если не подписались, найду по IP. Ну ладно, удачи вам, ребят. Мы пошли дальше. Следующий стенд — это стенд компании Distortion Beat. И вот, собственно, это студия. Представьте, как вас зовут? Меня зовут Дмитрий, и я разработчик. Евгений — художник. Так, а что у вас за игра? Я уже заинтригован, потому что у чувака, у главного героя просто нет руки. Да, у него нет руки. Это платформер мобильный с пазлами типа Limbo. Только лучше, потому что в Limbo два цвета — черный и белый, а у нас много. Поэтому как бы уже все понятно, что мы в топе. Вот. И, значит, игра начинается с того, что у человека нет руки, а потом он ее встречает, и она становится его лучшим другом. И он с ней может разговаривать и изнешно стрелять. А вы хотите что-нибудь добавить? История повернется таким образом, что главному герою потом придется выбирать расстаться с этой рукой, чтобы спасти другого человека и оказаться в беде самому, или оставить ее себе. А будут ли какие-нибудь непристойности? А надо? Если пользователь хочет, все будет. В общем, если хотите непристойности в этой игре, ребята, ради вас готовы их добавить. Пишите им, оставляйте отзывы, и все будет круто. И, наверное, самый интересный вопрос, когда релиз планируется? В беду мы планируем выйти в августе. Там будем смотреть, как все это продвигается и работать дальше. А модель распространения? Пока что это бесплатно, но будут внутриигровые покупки плюс видеореклама. А внутриигровые покупки будут как-то отражаться на геймплей или нет? Ну, это возможность облегчить себе игровой процесс. В общем, настоящие хардкорщики-игроки должны, думаю, справиться и без этого. Но если вы хотите порелаксировать, то можете что-то себе там... Подумать на перестойностях. В общем, да, разработчики еще подумают, наверное, над системой монетизации. И, в общем, будем ждать августа, чтобы уже наконец-то поиграть и посмотреть, что же будет хотя бы в бета-версии. Ну и будем ждать релиза. Было интересно, не так часто встреча платформеров про одноруких... Кто это? Солдат, которые имеют роман со своей рукой. И рука... Рука это мужчина, хочу сказать. Рука мужского пола. Потому что мы современные ребята. Ребята современные. Если что. На руке. Да, все окей. Не будем далеко отходить от ребят, которые женаты на своей собственной руке. Мы у стенда InterSoul. И расскажите, что у вас за игра, о чем она как называется. У нас тут мобильный PvP-шутер на кораблях пиратский. Называется Pirate Round. Можем выбирать разные корабли, прокачивать их и, собственно, драться в матчах 5 на 5. В общем, тут пиратская тематика, как я понимаю. Есть ли тут что-нибудь такое вот из современности в вашей игре? Нет, современного у нас в игре ничего нет. У нас все чисто вот как было раньше. Пираты, парусные корабли, разные там красивые паруса. В общем, я думаю, фанаты Корсаров должны заценить. К тому же, как вы, наверное, знаете, несколько месяцев назад новую часть вроде бы анонсировали. Но неизвестно сделают ли. Но, тем не менее, на мобилках можно будет поиграть и посоревноваться с другими игроками. Когда планируется релиз у вас? Мы, я думаю, еще доделаем игру, допиливаем графику, потому что сейчас понятно, что игра выглядит, ну, скажем так, не очень хорошо. И, думаю, в ближайшие месяца 2-3 мы ее релизнем как следует. В общем, моя любимая шутка. Через полтора года ждите. Не-не-не, мы не можем себе позволить полтора года, мы и так уже слишком долго над ней ковыряемся. Ну, игра, как мы поняли, будет распространяться на мобилке. В Google Play игра будет 100%, на iOS планируете выходить? На iOS может быть позже. В Google Play гораздо легче получить органический трафик, поэтому мы решили начать с этой платформы. В общем, Android рулит. Большое спасибо, было интересно знать о вашей игре. Спасибо. Следующий стенд, на который мы подошли, это стенд компании Red Machine. Они здесь показывают сразу три мобильные игры. Обо всех мы сейчас быстренько вам расскажем. И, добрый день, как называется первая игра, про что она, какого жанра? Это Hell Clicker, жанр Clicker. Собственно, заключается в том, что нужно вставить, строить площадки, собирать снег доход. Как вы видите, здесь есть разные виды пыток. Здесь демоны всячески издеваются над людьми, но выполнено это все в кузуальном стиле, то есть по-доброму. Вот, наша игра сегодня даже попала на Deconstruction Workshop. Мы получили 6 пленных баллов из 10. Вот, положительные отзывы. Вот, за 6 месяцев мы набрали миллион установок. Google Play нас глобально зафичерили практически на все страны. Вот, довольно успешно зашла. Вот, всем. То есть игра уже вышла, ее можно скачать? Да, в App Store, в Google Play ее можно скачать, как бы доступно. Скачивайте, играйте. Как ни странно, почему-то игра прошла мимо меня, я даже не видел и не слышал, а она набрала уже миллион. Да, да. Так что скачивайте, играйте. Вот, и мы сейчас делаем еще новую игру в жанре кликер, но немножко решили сменить жанр, направление. То есть смешали Tower Defense. И давай посмотрим туда на нее. Смешали жанр Tower Defense с кликером, то есть это тот же движок, что и Hell Clicker. Здесь уже суть заключается в том, что нужно защищать свою базу. Мы добавили здесь героев разных, это животные, да, тут видите, есть хамелеон, панда, ежик. Вот, их можно прокачивать. Чем выше у них уровень, тем у них мощнее оружие. Также им можно менять снаряжение, покупать в магазине. Вот, здесь каждая волна будет сопровождаться большим боссом. У каждого босса будет своя механика. Например, огненный большой зомби, вот, его нужно будет бить током, например. То есть против каждого босса будет свое оружие. Ну вот этот вот кликер выглядит довольно сочно. Там всякие кабаны, зомби. Кабан похож как из черепашек-ниндзя. Бибоб. Или Батл Тоддс тоже, да, там был, по-моему, такой большой свин. Да, прикольно выглядит. Интересно будет поиграть. Когда, кстати, релиз? Сейчас релиз в конце июля будет. То есть уже скоро, думаю, как раз я выпущу видео. И там через пару-тройку недель игра, наверное, выйдет. Также, да, Android, iOS одновременно, да, Рин? Да, да, да. Может быть, вот, не знаю, мы проводили совещание. Может быть, даже на веб-платформах запустимся. Можно будет поиграть на PC где-нибудь в онлайне. И давайте про третью игру. Это не кликер. Это карточный батлер. Сейчас нам расскажут о нем и покажут. Это наш сейчас флагманский продукт, на который мы тратим очень много ресурсов. Практически вся команда из 15 человек задействована удаленно и в офисе еще 8. Это карточный батлер. Здесь, как бы, есть персонажи. Они выполнены в стиле карт. У каждого персонажа своя механика. То есть можно вот открыть, почитать, например, вот Монашка, она лечит персонажей, когда ты ее выставляешь на поле. Вот, она будет... ПВЕ режим, можно будет проходить кампанию, да. То есть у нас планируется на запуске 20 уровней. Вот, баланс уже проработан. В общем, тоже запуск будет где-то в конце июля. Вот. И можно будет сражаться против других игроков в онлайне. Вот. Вот как, собственно, выглядит бой. Мы очень прорабатывали анимацию. Здесь, как вы видите, очень долго прорабатывали арт. Составляющую. Вот. Добавили магию. Ну, изначально, наверное, игра похожа на героя мечей магии. Собственно, мы этим и вдохновлялись, как бы. Но немножко казуалено. То есть сражаться нужно по линиям. В общем, релиз тоже не за горами. Будем ждать и эту игру. Но, наверное, все-таки Кликер выйдет раньше. Да. Так что до ее релиза будем играть в Кликер, а потом сразу же в ваш Баттлер. Спасибо. Был рад познакомиться. Пообщаться, узнать о ваших целых трех продуктах. Не так часто такие стенды встретишь. Спасибо. Red Machine Games. Всем привет. Скачивайте наши игры. И подписывайтесь на канал. Да, подписывайтесь на канал. И колокольчик стоит. И колокольчик. Ну что, каково быть победителем по жизни? Вообще, нормально. Мы нормально. Сидеев выиграли. Сейчас подъедем, порубим его на кусочки и все. И будет нормально. Пойдем выпьем сейчас. Ну, конечно, я уже теперь буду только миллионникам давать интервью. Продолжение следует. Продолжение следует.